Антитрухановский Майдан. Противостояние продолжается. У стен администрации президента собрались несколько десятков активистов из Одессы. Участники пикета призывают президента Украины обратить внимание на недавний силовой разгон палаточного городка на Думской. Антитрухановский Майдан теперь в Киеве. Неизвестно, этого ли добивался силовым разгоном палаточного городка сам Геннадий Труханов, но факт остается фактом. У стен администрации президента со вчерашнего дня дежурят несколько десятков активистов антитрухановского Майдана и не только. Свою акцию действительно назвали информационным пикетом и намерены находиться там столько, сколько нужно будет для того, чтобы киевская власть наконец услышала мнение простых людей. У нас здесь находится на Майдане постоянно 40 человек. Информационный пикет направлен для того, чтобы донести киевским властям, президенту и вообще киевлянам от той проблемы, которая происходит сейчас в городе. То есть проблема это сам Труханов. Мэр Труханов, который считает, что все ему можно. Можно заниматься бандитизмом, можно просто воровать деньги нагло и избивать людей прямо посреди города, посреди Белого дня. 7 числа приезжает в Киев много одесситов, заявленное где-то человек 500, вот за именно количество людей. То есть мы просим поддержать всех одесситов, которые в Киеве, чтобы тоже приходили, присоединились к нам и помогали в нашей борьбе для того, чтобы наш город стал действительно чистым и демократически крепким. Среди тех, кто первым заявил о начале протестной акции, киевлянин Евромайдановец, представитель общественной организации «Люди» Иван Рудяк. Стараемся здесь максимально качественно, грамотно, чтобы правительство, президент, чтобы увидел и услышал, что на самом деле происходит в Одессе. Но, к сожалению, реакции мало. СМИ не обращают внимания на это мероприятие. Такое ощущение, что специально хотят это заговорить и отвлечь внимание от всего происходящего под администрацией президента. Судя по всему, информацию, которую передают с Одессой руководителю государства и руководительности разных ведомств, она отличается от происходящего на самом деле в Одессе. И поэтому на этом этапе они еще пытаются нас не замечать. Ситуация в том, что мы год следим за Одессой, что происходит в Одессе. В Одессе, как и в других регионах, появился феодал, который под себя замкнул все возможные рычаги и силовые ведомства, и судебную систему региональную, и средства массовой информации практически всех. И творит там все, что хочет. Имея, ну, отжали у Одессы все, и рынки, и набережные, и все, что можно было. Люди бессильные, на местном уровне ничего не могли сделать, устроили бессрочный митинг. Мы это понимаем, мы сами стоим на Майдане, и это наше конституционное право.